Центр учета ставок так и не заработал в Казахстане, хотя поправки в закон об игорном бизнесе вступили в силу еще с 4 января. Согласно законодательным новеллам, отдельный оператор в лице частной компании будет регулировать букмекерский бизнес, а именно следить за денежными потоками. Задумка, казалось бы, понятная, государство хочет прозрачности и пополнения госбюджета в виде налогов. Вдобавок, решить проблему лудомании. Но, с другой стороны, у букмекеров накапливаются вопросы. Участники рынка опасаются полной монополизации. Репортаж Анны Шолгиной. Центр учета ставок по замыслу разработчиков законодательных поправок призван выполнить функцию регулятора, обеспечивая финансовую прозрачность букмекерских контор. Иными словами, он будет фильтровать деньги и тех, кто делает ставки, и тех, кто их принимает. Ранее, как вы знаете, нередки были случаи, когда отдельные недобросовестные предприниматели укрывали свои доходы от налогового обложения. Деятельность Центра учета ставок не позволит игроману, к примеру, в целях обхода запрета на ставки, завести несколько аккаунтов на сайте букмекерских контор. Идентификация участника пари или игрока является единой для всех букмекерских контор. Но у представителей бизнеса на этот счет остались вопросы. Новые правила игры предусматривают удержание комиссии в размере 4% от всего оборота букмекерских контор, а также выигрыша клиента. Из-за таких новшеств букмекеры могут уйти еще глубже в тень. Было заявлено, что игроки должны будут оплачивать комиссию в размере 4%. У нас законодательно установлена для игроков налоговая ставка, индивидуальный подоходный налог в размере 10% они уплачивают с выигрыша. Плюс к этому мы можем добавить уже комиссию в размере 4%. То есть мы хотим выразить некоторую обеспокоенность тем, что если игрокам не будет выгодно делать ставки в Казахстане, они будут пользоваться иностранными сайтами и горных заведений. Не утихают дискуссии вокруг частной компании оператора центра учета ставок, куда будут стекаться миллионы, если не миллиарды тенге. Ранее букмекеры выразили опасение, что комиссионные сборы будут проходить мимо бюджета страны. Между тем в Комитете индустрии и туризма просят не спешить делать преждевременных выводов. Конкурсные процедуры еще не закончились. Из-за этого лучше об этом не говорить. Эксириус это вот частный партнер, который получается инициировал данный частный проект. Получается так, сейчас у нас на стадии еще до сих пор конкурсных процедур идет. Мы все подготовительные документы, материалы, все это уже практически подготовили. Сейчас находимся на финишном, прямой, так скажем. Сакенов добавил, каждый букмекер сможет работать с любыми платежными системами, не только с той, которую навязывает оператор. Поэтому сбоев в системе быть не должно. Помимо этого новый закон обязывает все букмекерские конторы и тотализаторы переехать в специальную горную зону. Таких в Казахстане две. Однако пока не ясно, как именно такие меры помогут в профилактике игровой зависимости. Лудомания – это тема для отдельного разговора. Зависимых в Казахстане лечат как алкоголиков и наркоманов. Владельцы букмекерских контор часто говорят, что если человек помешан на ставках и порой не контролирует ситуацию, то переброска игровых заведений в специальные зоны не решит проблемы. У законотворцев логика простая – попытка не пытка. Конечно, с одной стороны, это субъект бизнеса, который обеспечивает рабочие места. С другой стороны, вызывает зависимость. Сейчас мы увидим на практике, насколько эффективны будут эти меры. Если это поможет искоренить скрытие доходов, отмывание денег, тогда хорошо, пусть закон работает. Если никаких результатов не будет, можно закон доработать, усовершенствовать механизм. Из несомненно полезных новшеств можно отметить реестр лиц, ограниченных в совершении ставок. Некий черный список казахстанцев, которые не знают, что такое мера. Туда можно попасть либо принудительно по решению суда, либо добровольно, от греха подальше. Кроме того, в стране заработает отдельный колл-центр по оказанию психологической помощи проблемным игрокам и их семьям. Анна Шелгина, Ержан Рахманбердиев, Хабар, 24.